Отлично, давай! Хорошо, и продолжай упражнение, как мы с тобой делали, здесь вокруг лицом. Начали! Оп, следующий! Кирилл Сурин старательно объезжает вымышленных соперников. Юному хоккеисту всего шесть лет, а скольжение вперед лицом и спиной он освоил хорошо. Некоторые из упражнений ему нравятся особенно. Шайбы ворота кидать. А еще что? Еще тренироваться, что я быстро всех обогна. Хоккеистам на льду шесть-семь лет. Тренируются меньше года. Чтобы занятия проходили эффективнее, с ними работают сразу шесть наставников. Круговая тренировка под так называемым станциям. Каждая станция представляет собой мини-моменты, либо направленные на технические элементы, технику владения шайбой, какие-то игровые моменты. То есть, через каждую станцию мы развиваем, подготавливаем детей к тому, чтобы они играли в хоккей в дальнейшем. На первом тренировочном пункте отрабатывают технику катания, на втором – передача и ведение шайбы. И так по кругу. Для организации такого процесса требуется хорошая координация наставников и, конечно, дисциплина. Переходы между станциями по команде тренера должны осуществляться быстро и без задержек. Ваша группа перешла. Леня! А здесь мини-матч. Два на два. Команда синих против команды белых. После качественно выполненной раскатки начинается настоящий хоккей. Самое важное вообще влюбить ребенка в хоккей. Так, чтобы он сюда бежал, так, чтобы он хотел, чтобы он, выполняя все самые сложные упражнения, любые, какие бы тренер ни дал, он радовался этому. И со стремлением, с желанием, с этой любовью выходил и играл в дальнейшем на играх, защищая команду. Степан Зуев уже защищал команду на настоящем матче. Признается, очень понравилось. Заняли третье место. На турнире показал все, чему научился на тренировках. В процессе тренировки фонарики. Объезжать баллоны. И спиной делать тоже фонарики. По словам тренера и мастера спорта Сергея Клементьева, хоккей воспитывает настоящие мужские волевые качества, которые обязательно пригодятся и в жизни. Отделение по хоккею спортивной школы Одинцова ждет всех желающих. Набор в группы открыт. Татьяна Верняковская, Артем Ломоносов, Станислав Трифонов. Телекомпания Одинцова.